Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, значит, я снимаю обзор на вот такой нож, кто-то скажет, может быть, он более кустарно изготовлен, но имеет место быть, понимаете, тоже это все эхо советских времен, значит, в районе, наверное, все-таки начала 90-х, может быть, конец 80-х, в принципе, изготовлен он. Значит, его рукоять составляет 120 миллиметров, сам клинок длина 170 миллиметров. Опять же, лезвие клинка изготовлено из стали, тоже заточка, все это дело довольно-таки уже древнее. За это время тоже в разных средах хранения, значит, ничуть он не поржавел. Вот после небольшой, как бы так сказать, никто его не полировал, ничего, просто был отмыть с маслом маслицем и натерт. Без всяких паста Гои, без ничего, то есть, вот его такое состояние. Либо это хром, но, скорее всего, что это какая-то сталь. Вот. Этот нож явно сделан под охотничьи, как бы, требования. Первый признак это, вот это вот, так сказать, углубление в клинке ножа. Это сделано для чего? Не знаю, насколько это практично на самом деле, но по виду сделано в плане вынимать гильзу из патронника ружья. Значит, размер гильзы 16-й калибр, значит, две продольные дол использованы. Вот здесь чуть ли клинок и какой-то здесь вот узор в виде гравировки. Рукоять деревянная, не знаю, какое дерево, ну, не сильно какой-то, может быть, орех, может быть, что-то как-то. Вставочка какая-то. Похоже на дерево, конечно, может быть, какой-то текстолит, не знаю. И, значит, латунные вот такие вот обрамления рукояти. Тут он, видно, заклепанный. Так что, вот такой нож. Тоже информации я особо по таким ножам не нашел. Как бы под какую модель, под что он такой сделан. Довольно-таки массивный нож, рукоять полностью в руке появляется. Изготовлены под пальцы, значит, здесь выемки на рукояти. Очень крепко сидит в руке. Я считаю, что таким ножом можно было даже там какие-то ветки порубить. И с ним бы, наверное, ничего и не случится. То есть, как, если брать нож и топор, то где-то, понятное дело, что ближе к ножу. Но какие-то такие функции можно было им выполнять. То есть, когда едешь куда-то с ночевкой, какие-то ветки подрубить, что-то где-то там шалаш мастериться. Все это дело, значит, вполне реально. Можно было с этим ножом, не имея топора. Что-то как-то сделать, понятное дело. Если его мерить рукоять и сам клинок, то в пределах середины это все сделано. Чуть-чуть на рукояти. Ну, как бы, баланс, то есть, практически оптимальный. При том, что это изготовлено довольно-таки, как сказать, могло бы быть и по качеству. Ну, сам клинок, кстати, выполнен неплохо. Может быть, рукоять когда-то переделывалась. То есть, клинок от какого-то ножа, а рукоять уже под него кто-то как бы восстанавливал или менял. Может быть и такой. Вот такой вот ножичек тоже. Если у кого-то кто-то обладает какой-то информацией о этом ноже, хотя бы что-то как-то наподобие с какого, так сказать, он образа списан, оставляйте в комментарии. Мне будет это все интересно, потому что все-таки историю данных вещей хотелось бы знать. Вот как-то так. Все, друзья, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok